Полтора года назад две многодетные семьи из Ненецкого автономного округа отправились в Казахстан и попали в сложную жизненную ситуацию из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. О том, как удалось вернуться, в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. В 2019 году две семьи из Ненецкого автономного округа, Подруевы и Черепанниковы, вместе с детьми отправились в Казахстан из-за состояния здоровья близкого родственника. Когда же пришло время возвращаться на родину, границу между странами закрыли из-за пандемии коронавируса. Полтора года, проведенные за пределами России, практически оставили семьи без средств к существованию. Им нужно было как-то приспосабливаться к новым условиям жизни. К тому же, в этот период семьи не могли получать социальные пособия на детей, установленные в Ненецком округе. Семьи многодетные. В одной семье шестеро детей, в другой, на тот момент, восемь. Однако, несмотря на то, что дети находились за рубежом, они были прикреплены к школам и учились наравне со своими сверстниками дистанционно. Чтобы им это был стимул и заинтересовало, я вот всегда что-то придумывала. А тут, когда, в общем-то, не осталось никаких дел, кроме того, что сидите дома, да, как мы... Хотя было сложно понять то, что ситуацию... Ну, ты остался, может быть, не там, где ты хотел, и, в принципе, мечтал, и вообще думал, да. Но я погрузилась в то, что вот не только в школу, в которой шла там онлайн-уроки, домашние задания, а чуть-чуть больше. То есть, если стихотворение Пушкину «Няня», то мы это делали тетрализовывать. Марьянна готовилась вновь стать мамой. Она была беременна девятым ребенком. Решено было рожать в России. Сделать этого из-за ограничительных мер было непросто. Из всех городов, где ты находился, вообще ничего не было. То есть, полностью зона была такая, самолеты вообще не летали. В принципе, и тогда было принято решение просто поездом, потом нанимать машину, и потом пешком проходили. Мы проходили пешком весной через Омскую границу. Это было очень тяжело. Там маленькое расстояние совершенно, но там буря, пурга, метель. То есть, когда мы из одного поезда сели в другой поезд, потом переехали на транспорте, муж у меня организовал через знакомых таксистов. Нас уже ждали, потому что еще с собой были сумки, еще я была в положении. И просто мы проходили ее пешком. Несмотря на трудную дорогу, Марьянна с двумя старшими детьми добралась до перинатального центра. Главы семей, которые оставались еще в Казахстане, стали решать, как выбираться на родину остальным. Искали, как бы, везде, в общем-то, выход в этой ситуации, да, то есть, и с обменой, как бы, господдержки, которая была у нас на детей. Искали, получается, выход. И нужно было выехать те, кто остались в Казахстане на время бандемии. До 5 июня нужно было выехать. То есть, это было очень срочно. В этой сложной ситуации, когда самостоятельно решить проблему не смогли, обратились за помощью к уполномочному по правам человека в Ненецком округе Ларисе Свиридовой. Когда мы приступили к этому делу, да, события настолько быстро разворачивались, что, если честно, сразу же несколько регионов. Это три региона. Оренбургская область, Самарская область, через которую ехали наши жители. Они как раз подсоединились к решению. Но, понятно, что своими силами мы бы не справились в этом случае. Мы обратились к Татьяне Николаевне. На помощь пришли профессионалы. И сразу же было выстроено, во-первых, и маршрут, и поддержка, каким образом это всё нам на сегодняшний момент проводить. Перевезти через границу на родину необходимо было сразу 15 человек. К решению проблемы подключились уполномоченный по правам человек Российской Федерации Татьяна Москалькова. РЖД предоставила для перевозки семьи в Россию железнодорожный вагон. На протяжении всего пути до Московской области семьи сопровождали уполномоченные по правам человека в трёх регионах, которые они пересекали. Мы хотели бы поблагодарить всех, кто участвовал в дороге. Передать всем большой привет. Привет, давайте все вместе. Привет! 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 Привет за организацию каждого человека, кто участвовал в поездке, в поездке нашим. Благодарим, спасибо и всем. Всем привет! Сейчас обе семьи находятся в Московской области. В скором времени они собираются вернуться в Наринмар. Наталья Дуркина, Вадим Стасюк, Телеканал Север.